Здравствуйте, мои дорогие, с вами Дина! Добро пожаловать на мой канал «Коллекция Рецептов». Сегодня будем готовить моченые яблоки. Этот способ заготовки впрок известен с незапамятных времен. Рецепт простой в исполнении, занимает минимум времени, а результат получается великолепный. Такие моченые яблочки могут храниться до следующего сезона. У меня на канале в плейлисте «Заготовки и консервация» вы найдете и другие не менее интересные рецепты заготовок на зиму. Посмотрите, если не видели, ссылочку на плейлист оставлю в описании под видео. Итак, приступим. Яблоки должны быть свежими, без повреждений и признаков порчи. Желательно выбирать белый или с легким розовым бочком. Старайтесь брать осенние или зимние сорта яблок – твердые, но хорошо вызревшие плоды. Вымачивать яблоки лучше всего в дубовой кадушке, но за неимением таковой можно использовать любую стеклянную или эмалированную посуду. Чистые вымытые яблоки укладываем в тару и добавляем листья черной смородины, можно также взять вишневые и дубовые листья. Как правило, для вымачивания яблоки заливают суслом на основе ржаной муки с добавлением меда и сухой горчицы. А я предлагаю вам простой, но от этого не менее вкусный рецепт, проверенный годами. Итак, яблоки уложены в банки и сейчас подготовим заливку. На 5 литров холодной не кипяченой воды добавляем 100 г соли и 400 г сахара, все хорошо перемешиваем до полного растворения соли и сахара. Этого количества заливки хватает как раз на 3 3-литровые банки, а также на ведро или кастрюлю объемом 10 литров. Заливаем банки подготовленным сиропом так, чтобы яблоки были полностью им покрыты. Закрываем банки капроновыми крышками и оставляем на кухне на 4-5 дней, а затем отправим их на хранение в прохладное место – в подвал или покреп. К этому времени в банках начнется процесс молочнокислого брожения, заливка станет слегка мутноватой, яблочки начнут напитываться сиропом, уровень жидкости снизится и, прежде чем отправить их на длительное хранение, долейте воды так, чтобы они полностью были покрыты. Уже через месяц-полтора вкуснейшие яблочки собственного приготовления будут готовы к подаче на стол. По этому рецепту можно также готовить моченые яблоки с крыжовником, вишней, черносливом и брусникой. Этим способом можно вымачивать сливы, груши, клюкву и бруснику. Рекомендую приготовить этот простой и очень вкусный рецепт, желаю всем удачных заготовок! Если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчик вверх, я буду рада, если вы поделитесь этим видео и напишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале в плейлисте «Заготовки и консервация» есть и другие вкусные рецепты на зиму, посмотрите, если еще не видели. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов!